не успел я приехать из москвы сегодня рано утром видите даже еще не переоделся тут как тут у меня уже первый камаз ребята с плиткой вот буквально его разгрузили тут тоже наверное за 10 минут я и за все очень быстро как-то произошло вот она первая плиточка здесь уже друзья выбор поставщика ребята это отдельная история о которой можно рассказывать долг в итоге я конечно свой выбор остановил на производители плитки стеллар хотя изначально прошел к этому очень долгий путь первое что я хотел сделать купить второй сорт но такой брак знаете человек который работает на плиточном заводе каким-то образом видимо скупает второй сорт сортирует плохое выкидывает хорошие потом продает такой по цене минус 20 процентов от цены этого же производителя но когда выяснилось что у него там все разномастное разного цвета еще нет нужного мне количество я от этой идеи отказался вторая история ребят это какие-то мелкие производители которыми я сразу начал звонить когда я принял решение что буду выкладывать плитку и вот они ко мне приезжали видите вот с образцами каждый продавал свои услуги и по укладке и продавал свою плитку предлагая какую-то там среднюю цену за укладку одного квадратного метра но в этой истории я тоже не стал принимать участие в общем-то качество такой плитки чаще всего бывает так себешное следующий шаг который я совершил решил нанять компанию большую такую компанию ребята которая оказывала услуги не только по укладке плитки они же сразу и продавали они же являлись поставщиками цемента вот в ту самую компанию стеллар который я купил свою плитку они меня купили ценой по телефону все выглядело очень красиво такая прекрасная цена и бордюры стоимость входят и у нас самая лучшая цена на рынке и асфальт у нас на 30 процентов дешевле чем плитка и вообще там будет одно сплошное телевидение как говорил один всем известный герой всем известного фильма приехали сюда с электронной рулеткой намерили мне план участка сколько нужно плитки за что кстати им отдельное спасибо потому что впоследствии мне не пришлось эту работу делать самостоятельно а я воспользовался их замерами но когда я получил смету ребята все их слова оказались просто мыльным пузырем поэтому никогда не верьте то что вам говорят всегда перепроверяйте всегда пересчитывайте а сколько же собственно уйдет у вас какая будет цена за квадратный метр и долго за мной бегали эти люди и говорили а давайте пришлите нам смету другого производителя мы вам дадим такую же цену у нас самая лучшая цена ну я решил так что обосрались значит обосрались все до свидания почитав отзывы на всяких ресурсах я нашел такой ресурс плитка tula.ru позвонил человеку человек назвал вполне адекватную цену на следующий день с ним договорились о встрече он приехал посмотрел прислал мне несколько своих работ которые он делал до этого ну и в общем то я решил воспользоваться поговоркой лучшие враг хорошего поэтому остановил свой выбор на нем я подумал а зачем я вообще буду пользоваться какими-то непонятными перекупщиками а дайте я сам позвоню на стеллар ты попытаюсь купить там позвонил очень внимательно со мной пообщались менеджеры этой компании на следующий день подготовили мне счет выслали я его оплатил это было вчера ребята а сегодня вот она первая плиточка у меня уже стоит во дворе и это сезон надеюсь что да дальше все пойдет также гладко пока я доволен тем что происходит но поживем увидим у стелларда достаточно большое разнообразие плитки и расцветок и форм как выяснилось но я не знаю но разновидностей 20 наверное это видов а еще в каждом виде много-много цветов тем не менее ребята я остановился на самой простой плитки самая бюджетная плитка называется новый город очень красиво кстати выглядит много много вариантов укладки существует видите да я сейчас попытаюсь вам тут выложить всякие разные фотографии как это выглядит который я нашел в интернете плитка не обошлась 790 рублей за квадратный метр что в общем то в сезон я считаю вполне бюджетной стоимостью как мне кажется достаточно выгодная покупка ну наверное кто-то скажет надо было брать цвет надо было брать то и так далее но цвет ребята сразу становится дороже там где-то на 100 рублей где-то на 200 рублей я честно говоря решил немножко сэкономить потому что как-то не крути а кредит за дом я еще не отдал но почему-то мне кажется что стройматериалы будут продолжать дорожать и а кредит он как говорится есть не просит плати его и плати процент зафиксирован сумма зафиксирована а плитка завтра станет дороже вот собственно этим я и руководствуюсь так что друзья вот этой вот травяной вакханалии которые сейчас творится у меня на участке полным отсутствием каких бы то ни было асфальтовых щебенчатых бетонных или или плиточных дорожек я буду наслаждаться последнюю неделю потому что уже завтра здесь появятся колышки и веревочки начнутся работы по подготовке этих самых дорожек наступил следующий день ребята а за ним и следующая неделя и за это время произошли серьезные преображения на участке все вот они уже бордюры стоят на местах уже дорожки оформлены конечно еще пока не все но ребята это уже уже результат потому что уже видно как все что будет происходить на сегодняшний день я конечно впечатлен скоростью работ своего подрядчика плитка tula.ru forever молодцы ребята быстро работают надеюсь что также и качественно но об этом мы с вами узнаем только весной к сожалению о чем я обязательно расскажу в своем весеннем видео потому что я уже даже запланировал что же у меня за год произойдет как поведет себя плиточка как поведут себя дорожки конечно же никому не хочется через год получить вот такие вот бугристые поверхности хочется что все было ровненько и аккуратно кто-то может подумать что я тут запустил какую-то мега стройку не ребят на самом деле все очень просто отмостка вокруг дома центральная дорожка куда же без нее дорожка вдоль гаража дорожка вдоль бани земли который вытаскивает я решил поступить вот так высыпать ее пока перед домом на следующем этапе и всю разровняю потому что так получилось что у меня сейчас самый низкий уровень и с одной стороны соседи подняли и с другой стороны соседи подняли а мы как-то до этого не дошли поэтому получается так что у меня как бы такая вот ямка и вся вода весной идет сюда но теперь я надеюсь этого не будет бордюры у меня подходит концу потому что как вы сами видели они уже расставлены но сегодня приедет 2 машина я специально отложил этот приезд на попозже для того чтобы было куда сгружать потому что сами видите ребята что из-за вот этой выемки грунта это что я принял решение рассыпать его сюда место тут для складирования плитки как-то не очень много ну и прежде чем я закончу свое сегодняшнее видео хочу сказать пару моментов ребята когда вам попадаются подрядчики или поставщики делающие свою работу на совесть это большой подарок поэтому не могу не прорекламировать в этом видео две компании компанию плитка тула точка ру которые работают но просто как роботы я давно не встречал такой самоотдачи и скорости ну и самое главное качество работы и второе компания стеллар где я покупал плитку потому что все настолько четко быстро и качественно и настолько все повернуто клиенту что это подкупает ребята поэтому надеюсь что дальше моя стройка будет продолжаться также четко и также качественно но вы об этом обязательно узнаете потому что это видео не последнее я вам обязательно покажу что у меня получилось ну или может быть что не получилось как говорится война войной обед по расписанию а в моем случае газон по расписанию на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь ребята дальше мои плиточные приключения увидите в следующем видео которое выйдет воскресенье в 9 утра как обычно ну и что же пошел косить